Добрый день! Меня зовут Артём Драбкин. Меня зовут Антонов Вадим. Тема сегодняшней лекции фронтовой быт советских танкистов. Лекция будет проиллюстрирована огромным количеством материала и также мы продемонстрируем большое количество униформы. Для тех, кто не смог прийти, мы представляем эту видео версию. Мы сегодня будем рассказывать про тех людей, которые воевали в танках, которые прошли войну или не прошли её, погибнув на полях сражений. Мы будем рассказывать о том, кто такие танкисты, откуда они брались и как им жилось на фронте. Мы не будем говорить про бои, про на какой технике они воевали. Мы будем говорить про обычную фронтовую жизнь. Человек пришёл, у него жизнь продолжается просто в экстремальных условиях, которые связаны с риском для жизни. Первый слайд – это призыв, то есть кто шёл в танкисты. По крайней мере мой опыт общения с ветеранами, он достаточно большой. И, конечно, я общался с молодёжью, грубо говоря, 22-27 года рождения, которые попадали на фронт совсем молодыми пацанами. И, конечно, они были достаточно романтично настроены. Николай Железнов вспоминал, что почётно ехать, вся страна под тобой, а ты на коне железном. Да, такая романтика. Люди постарше, которые при, допустим, переформировке мотоциклетного училища в танковые, начинали говорить – это ужас, мы сейчас все тут будем гореть в этих коробках. И, в общем и целом, они понимали, что танкистам становиться лучше не надо. Тот же самый, допустим, Симеон Арио вспоминал, что меня хотели сделать из механико-водителя командиром танка. Он говорит – и я постарался этого избежать. Я говорю – а почему? Он говорит – командир танка – это тоже солдат, только несущий за всех ещё и ответственность. Всё зависело от настроя человека, от его возраста, от его жизненного опыта. Если говорить о формальных каких-то признаках, кого отбирали в танкисты, то, конечно, это, прежде всего, люди со средним образованием. Надо помнить, что всеобщее среднее образование было введено в Советском Союзе в 23-м году. А если сравнивать с Германией, например, то в Германии всеобщее среднее образование было введено в 70-х годах 19-го века. Брали не ниже 7 классов. Соответственно, 7 классов тогда считалось очень хорошим образованием. Надо помнить, что Красная Армия – это армия деревенская. В основном это 3 класса образования. Городских жителей не так много. То есть десятилетка – это вообще уже по нынешним меркам просто кандидат наук. Поэтому, в общем и целом, вот ценз был 7 классов. Старались брать, естественно, если это сельские жители, то старались брать механизаторов, да, то те, кто умели общаться с техникой. Поскольку для многих, даже для молодежи, например, когда они ехали на фронт, для них было новостью, там, первый раз видели паровоз, да. И столкновение с техникой, в общем и целом, вызывало, ну, достаточно большие проблемы. Значит, я добавлю слова Артема, то, что та ситуация, которую он описал, она характерна уже для начала военных действий. До войны в танковые войска попадал большой процент людей, которые шли добровольно по призыву партии. И был заказ на активную молодежь, которая была образована, и такие люди были востребованы в авиации и в танковых войсках. И на это была рассчитана пропаганда советского правительства, которая призывала конкретно этих людей в эти рода войск. И танкисты наравне с авиаторами находились на привилегированном положении в довоенном СССР. То есть у них была своя собственная форма, которая, в частности, также оказывала воздействие на привлекательность этого рода войск для молодых людей. И поэтому довоенные танковые части состояли из достаточно образованных людей, был большой процент городских жителей. Помимо этого, это те люди, которые умели и хотели работать с техникой руками и готовы были переносить те сложности, которые связаны с службой в танковых войсках. То есть надо понимать, что танк — это достаточно тяжелая железная машина, в которой летом на солнце очень жарко, а зимой на морозе очень холодно. И те люди, которые служили и шли служить добровольцами, то есть они отдавали себе в этом отчет. Это были достаточно идейные, образованные молодые люди. Ну, дальше тогда Вадим больше по форме расскажет, да? То есть во что были одеты танкисты? Основной формой, которая использовалась в танковых войсках и которая была повседневной, это танковые комбинезоны. Значит, здесь представлены, я постарался представить несколько видов танковых комбинезонов, которые использовались в войсках. Значит, это основные два комбинезона, которые достаточно технологичны в изготовлении, то есть это плотная ткань черного или голубого, темно-синего цвета. Комбинезон был на молнии, у него было два кармана на пуговицах, все это застегивалось на прорезную пряжку, которая крепилась к заднему клапану. Артем, поверни, пожалуйста, заду. Значит, клапан мог откидываться, ну, понятно, для чего это было надо, то есть, чтобы справить нужду и не снимая весь комбинезон. Под всем этим делом носилась гимнастерка, на которой были пришиты цветные петлицы, то есть цвет петлиц черный-красный кант, на которые были нанесены эмблемы танковых войск. Значит, опять-таки подчеркивалось то, что до войны большой процент был добровольцев. Соответственно, это люди, которые прыгали с парашютом, с парашютной вышки, которые занимали значки ГТО, то есть это все носилось на униформе до военного танкиста. Все это дело подпоясывалось ремнем кожаным, одношпеньковым. Стандартным вооружением экипажа была кабура с пистолетом Наган, которая не вешалась на пояс, а носилась на чересплечном ремешке. Соответственно, Наган цеплялся страховочным шнуром, и это было штатным вооружением танкиста. И почему Наган? При наличии автоматического оружия в СССР, то есть таких пистолетов, как пистолет ТТ, штатным вооружением танкиста оставался Наган по причине того, что в танках были в башнях сделаны амбразуры, в Т-34, например, и в КВ, которые закрывали специальной заглушечкой. И в эту заглушку при ближней обороне танка можно было выставить ствол Нагана и отстреливаться из него от противника в ближнем бою. То есть в том случае, если танк был обездвижен, обширные мертвые зоны вокруг танка не давали возможности отстреливаться из штатного вооружения. В этом случае на помощь приходил Наган, и танкисты выставляли его стволом в амбразуру и отстреливались в ближнем бою. Ствол пистолет туда не влезал? Да, ствол ТТ, естественно, туда не влезал. Аналогично в танке находились личные оружия экипажа везде пистолет-пулеметов. Пистолет-пулемет также нельзя было выставить в эту амбразуру, подходил только Наган. Но и это послужило одной из причин, по которой впоследствии от этих амбразур во втором этапе войны отказались. Я, к сожалению, не сумел найти гимнастерку командного состава танковых войск. Она аналогична рядовому составу. Единственное, что это петлицы обшивались золотым голуном, и цвет канта, в данном случае это летчик. Отличие от танковых войск то, что цвет петлиц другой, и цвет канта другой. У танковых войск кант красный, петлицы черный. Помимо этого, визуально гимнастерки командного состава отличались карманами. То есть у командного состава гимнастерки карманы накладные. Вот тут это видно. У рядового состава карманы просто пришивались. Портупея, вот в данном случае это ремень образца 1932 года. Пряжка со звездой, которая носилась командным офицерским составом, младшим и старшим. Извините, к командирским составам. Ну и аналогично галифе командного состава танковых войск. Либо это на начало войны темно-синий галифе с красным кантом, либо в процессе войны галифе стали шиться из солдатской шароварной ткани, но по-прежнему в них сшивался красный кант, который носился вместе с гимнастеркой командного состава. В ходе войны также дальше претерпевали изменения униформы Красной Армии. Цвет кантов, то есть вообще перестали вшивать, сделано это с целью для того, чтобы не выделялся командный состав в бою и также упрощение технологии производства. Ближе к середине войны комбинезоны претерпевают ряд изменений. От молнии уже отказываются вместо волн, но каждый делал так, как ему удобно. Комбинезоны шьются из более дешевой ткани. Если посмотреть на просвет, ткань комбинезона, в отличие от довоенных комбинезонов, она просвечивается и меняются также расцветки комбинезона. Встречаются эти комбинезоны не только черные, темно-синие, но и вот такого цвета, и в том числе и из обычной шароварной ткани, вот такие вот зеленые. Следующее изменение — это введение погон в Красной Армии. В данном случае это гимнастерка рядового состава, в ней отличие от тех же гимнастерок, что использовались до начала войны, это отсутствие отважного воротника. Планка, которая закрывает публицы, упраздняется, и также упраздняются нагрудные карманы, которые были до этого. Погоны престижные, по аналогии сделаны с тем, что было в Царской Армии. Цвет поля темно-зеленый и суконный, кант у танкистов одинаковый с артиллерией красный, а принадлежность к роду войск определялась только эмблемой. Ношение эмблем по началу было никаким образом не регламентировано, и каждый танкист летел его туда, куда было удобно. На самом деле регламенты были, но до танковых войск они доходили. Размещение петлиц, в отличие от современной армии рода войск, было в нижней части погоны. Звание младшего командного состава размещалось в верхней части погоны. Погоны были пятиугольные, но все достаточно наглядно видно. Еще одно изменение, которое претерпевала униформа на начальном периоде войны, это отказ от цветных петлиц. Для всех родов войск были введены единые защитные петлицы, то есть вот как вот на этой гимнастерке, на которой размещались также знаки различия, но с одним очень важным изменением. До войны цвет фона был красный, то во время войны цвет фона знаков различия сделался защитного цвета, зеленый. Оттенки, возможно, были какие угодно, то есть вплоть до того, что петлицы закрашивали краской. Вот эти треугольнички младшего командного состава назывались «секилек», что в общем и целом исконно русское слово, которое вы потом посмотрите в интернете, чего значит. В холодное время года в танковых войсках использовалась двубортная куртка, сшита из достаточно плотного материала, которую можно было использовать на весенний-осенний период, ну и на холодное время летом. Вот так вот она выглядела. Зимой, соответственно, использовалась ватная куртка с ватными штанами, плюс полагался свитер вот такого вида. Расцветка свитеров могла быть любая, то есть я видел три расцветки. Такой бежевый цвет, ну, наверное, в Советском Союзе, те, кто жил, те его помнят, это такая вот верблюжья шерсть бежевого цвета. Они же были такого кремового цвета, также я встречал темно-коричневый или, можно сказать, светло-черный. Ну, сложно определить оттенок свитера. Они были как с высоким горлом, так и с низким. Использование шинелей, полушубков, на фотографиях они встречаются, но в реальных войсках они не эксплуатировались, не применялись по причине того, что танк надо залезать-вылезать. Полы длинной одежды, соответственно, за все это дело цепляются, за края люков, цепляются за выступающие предметы внутри танка. И это может сыграть свою роль, когда танк надо быстро покинуть. Следующий предмет — это шлемофоны. Шлемофоны исполнялись двух видов. То есть это были матерчатые шлемофоны, сделанные из материала, из плотного материала с байковой подкладкой. И были аналогичные же модели, сделанные из кожи. Шлемофоны, которые были выполнены из кожи, они были достаточно дорогие в производстве. И использовались они в основном в начале войны и на парадах впоследствии. То есть для парада Победы 1945 года, специально для всех танкистов, была отшита партия кожных шлемофонов. На начальном этапе войны встречаются фотографии, где танкисты используют вот такие вот очки. Вот именно такие. Хотя были различные варианты, то есть использование защитных очков вот такого типа летного и использование трофейных очков. Вот в данном случае это очки, которые использовались немецкими летчиками, немецкими моторизованными частями. Вот это вот немецкого мотоциклиста очки. Они были со сменными стеклами. Вот в данном случае стекла зеленого цвета. У меня не нашлось зимнего шлемофона военного. Нашелся только вот послевоенный шлемофон, который сейчас в войсках используется. Отличие в том, что вместо байковой подкладки внутри была подшита тонкая овчина. То есть внешний шлемофон был точно таким же, только вот здесь внутри у него была овчина. Он отличается от послевоенных шлемофонов. Визуально это число демпфирующих полосок на голове, ну и плюс наушники. Они вставлялись отдельно, значит в современных шлемофонах наушники вшиты. Это основная функция, конечно, защиты головы, причем как от ударов, так и от огня. Когда если танк вспыхивал, то это единственная защита, которая предотвращала быстрый нагрев головы и, соответственно, потерю сознания. Во время эксплуатации в войсках вот от всех предметов, которые висели, старались избавляться. То есть, например, на портупее, на офицерской, вот этот ремешок, который через плечо, его отстегивали. По причине того, что если он зацепится за что-то в случае быстрого покидания танка, это плохо. Значит, аналогично наган не носился в кобурье, его чаще всего пихали за сапог, за голенища сапога или в карман. Спарывали карманы. С ватников спарывали карманы, чтобы ни на что не зацепиться. Реально для покидания танков, в общем и целом, это несколько секунд. До того момента, когда огонь охватывает человека и он впадает в панику и теряет, ну, либо теряет сознание, либо просто теряет силу воли. Для этого специально, допустим, вот фишка ТПУ, танкового переговорного устройства, ее специально подтачивали, чтобы ее можно было выдернуть при выпрыгивании. То есть она должна была бы свободно выскакивать. Но таких нюансов их достаточно было много, чтобы как можно дольше продлить свою жизнь, если вдруг танк подбили. По этой же причине все клапаны карманов на комбинезонах, они закрываются накладным сверху клапаном. Из личного снаряжения, которое полагалось танкистам для переноски диска ППШ, но опять-таки его не носили, он просто валялся в танке, если валялся, а не менялся на какие-то другие предметы. Значит, и со второй половины войны, это подсумок для трех секторных магазинов ППШ-ППС универсальный, он также, как правило, одевался только на посту, или в том случае, когда надо было покинуть танк, и, ну, по каким-либо причинам. Значит, помимо этого, танкистам полагалась стандартная фляга в чехле. На начало войны в Красной Армии было два вида фляг, то есть это алюминиевая фляга, как вот эта вот в таком чехле, плюс стеклянная фляга, которая носилась в чрезплечном чехле на боку. Ну, понятно, что стеклянные фляги, они не получили распространение в танковых войсках, ну, по понятной всем причине. Значит, помимо этого, танкисту полагался противогаз. Противогазы одевались исключительно только на парадах, ну, или в том случае, когда должен был пройти какой-либо строевой смотр. В остальное время противогазы находились либо в обозе, либо в танке. Краги — это перчатки с высоким клапаном, который доходил почти до локтей. Вот это вот летний вариант краг, были аналогичные, утепленные. Из-за бехода эти предметы вышли достаточно быстро с потерей кадровых частей. В 41-м году впоследствии использовались вот такие вот стандартные рукавицы. Они использовались и для работы, их на фотографии впоследствии будет видно. И они в неизменном виде сохранились практически до сих пор в нашей армии. То есть, ну, только сейчас они стали немножко другими. И по ремням. Использовался одношпеньковый ремень, как я показал. Использовался офицерский ремень. Использовалась обычно прорезная, то сейчас принято считать офицерским ремнем, пряжка. Единственное, что сейчас современные они исполняются из латуни, во время войны они выполнялись стальные. Вот этот ремень, он отличается от того, который использовался в советских войсках. Этот ремень шире и имеет несколько более удачную конструкцию. Этот ремень поставлялся в Советский Союз по Лан-Лизу. Попадал он практически во все части, включая и танковые. То есть, это и пехота, и танкисты. То есть, он совместим с предметами экипировки советских солдат и имел распространение наряду с обычными ремнями. Использовали еще трофейные ремни, так сказать. Ну, естественно, на пряжках, как мы знаем, на немецких вырезался Готмитунс. Да, и, соответственно, приходилось это дело вырезать. Есть фотографии, когда просто, так сказать, пряжка вырезана, такая дырка, вот, на советском танкисте, и тогда уже можно было его носить. Очень часто, вот, помимо того, что делали дырки в ремнях Готмитунс, делали еще проще. Просто пробивали в центре дырку и прикрепляли, вот, либо самодельные звезды, либо же использовали пилоточные или фуражечные звезды, которые, ну, были в доступе. Следующий, очень важный аспект, это обувь танкиста. Использовались исключительно сапоги, то есть, танкист в ботинках, это нонсенс. То есть, это только в том случае, если человек переведен из пехоты или только-только пришел из училища. То есть, они заводились сапогами, опять, по причине практичности. Шнурки — это выступающие части, которые могут за что-то зацепиться. Обмотки аналогичны. И следующий нюанс, который касается подошвы танковых сапог. Если это хорошие сапоги на кожаные подметки, то не ставились никакие металлические набойки. Приклеивалась специальная резиновая, так называемая, профилактика. Вот немецкий маршевый сапог. Подбой металлический на каблуке, то, что называется подковой, для того, чтобы каблук не стирался, плюс подбитый он металлическими шипами и на конце набойкой металлической. Понятно, что все эти ухищрения делались для того, чтобы сапог как можно дольше не снашивался. Если вы в таком сапоге залезете на броню, это как вы окажетесь на льду. Поэтому в танковых войсках таких вещей не было. То есть, подбитых металлом сапог не использовали. Не было ни на боях ни на носу сапога, не было ни на боях на каблуке. То есть, они не пользовались спросом у советских танкистов. Они еще не использовали спросом, потому что у них очень низкий подъем. Почему-то практически все наши ветераны жалуются, что немецкие сапоги нельзя было надеть, потому что у них почему-то очень низкий подъем, и, соответственно, они не налезали. Вот кратко я рассказал те внешние нюансы, которые надо было отметить. Ну, мы призвали танкиста, одели его в униформу и приступаем к обучению. Во время войны командиры танков и командиры подразделений до взвода попадали в танковое училище. Обучение могло занимать сколько угодно времени от шести месяцев до нескольких лет. Все зависело от переформировки училища, перевода его из одного в другое. Все жалуются на достаточно плохую кормежку в училище, по-моему, тыловая норма, хотя должна была быть курсантской. И, конечно, чудовищную нагрузку по 12 часов в день обучения. Здесь в данном случае я показал обучение на американском, по-моему, канадский Валентайн. Наши, конечно, любили его за низкий силуэт и, в общем и целом, за удобство. Любили смотреть на трофейную технику, но оценивали ее достаточно низко, потому что считали, что это для службы в мирное время, а для войны она не подходит. Чаще всего в училищах малое число моторесурса у техники, да, так сказать, и поэтому учились на макетах пешим по танковому. Командиры выстраивались взводом и шли по полю, атаковали в пешем порядке. Такой вот метод. Я думаю, что он и до сих пор практикуется. Собственно говоря, это обучение такого своего рода тренажера. Это я сказал про командиров, специалисты, механики, водители, стрелки, заряжающие. Вообще, я не знаю, так сказать, чтобы кому-то обучали, потому что, собственно, ему нужно выучить только бронебойные, осколочные, подкалиберные три снаряда, да, и обычно брали из пехоты. То есть, ну, вот как мы помним фильм «На войне, как на войне», да, так сказать, громыхал из подмышек, так сказать, в итоге оказался, собственно, заряжающим самая, так скажем, низкоквалифицированная специальность в танковом экипаже, да. А что касается радистов и механик-водителей, проходили примерно шестимесячные курсы. И экипажи в итоге собирались на заводе, да, то есть туда приходили командиры танков, те, кто заканчивал отлично училище, те приходили командирами заводов, те, кто заканчивал на троечке, четверочке, приходили командирами танков, туда же приходили из школы стрелков-радистов и механики-водители, и командир до батальона не мог себе набрать экипаж. Командир батальона, естественно, отбирал себе экипаж и отбирал себе опытных, и опытного механика, и опытного радиста, значит, соответственно, какого-нибудь заряжающего себе тоже сажал опытного. Всем остальным представляли экипаж, вот это твой экипаж, вот это твой командир, И все, как говорится, вот люди, с которыми идут в бой Естественно, это были там и самых разных возрастов И самые разные подготовки, и самые разные культуры Поэтому, так сказать, ну, этим людям там буквально через какие-то месяцы Приходилось вместе идти в бой и вместе пытаться выжить в этом бою И нанести как можно больше урона То есть идея была такая, что на заводе, во-первых, не хватало рабочих рук Пока идет сколачивание, вот эти танкисты помогают собирать танки Они же еще раз осваивают эту машину Ну, некоторым говорили, что вот их соберут танки Вот вы на этом танке конкретно поедете Но обычно нет, давали какой-то танк Они совершали 50-километровый марш Отстреливали три снаряда, один диск пулемета Возвращались Если все было нормально, никаких претензий по технике не было Получали часы танковые именно То есть это большие часы, которые такая ценность была Нож перочинный и платочек шелковый для фильтрации топлива Да, потому что топливо было достаточно низкого качества И уже тогда шли на фронт Вот так вот ехали на фронт То есть перемешку, соответственно, стояли платформы Ну, здесь в данном случае самоходные установки стоят Хотя там дальше полный танк стоит, Т-34 стоит Ехали на фронт с самыми разными настроениями, естественно Кто уже горел, как говорится И кто-то уже навоевался, да, так сказать Кому-то уже туда не хотелось Кто-то ехал первый раз с ощущением, что сейчас я приеду на фронт И все немцы сразу побегут Самые были разные настроения Сначала пели песни, потом переставали их петь Потому что, так сказать, это все становилось рутинно Естественно, подсаживали гражданских За какую-то небольшую мзду Кормились, так сказать, воровством или, так сказать, ну, обменом Частенько обменивали только что полученную одежду на еду И очень часто там в зимнее время до фронта доезжали так полураздетыми, да Там, меняя на водку, на еду, на все что угодно То есть, ну, обычная такая жизнь кочевого человека, да Так сказать, зачем мне обмундирование, если я завтра могу, может быть, погибну И, собственно, основное, что ждало танкистов, это, конечно, обслуживание техники Это вот один из танкистов написал такое стихотворение «Броня от солнца горяча и пыль похода на одежде Стянуть комбинезон с плеча и в тень в траву, но только прежде Проверь мотор и люк открой, пускай машина остывает Мы все перенесем с тобой, мы люди, а она стальная Основное, что сдало танкистов на фронте, это, естественно, обслуживание техники Это самое тяжелое, самое трудное и самое важное, что было необходимо Танк военного времени, в общем, был, скажем так, это ирзац машины, да То есть, призванные, прежде всего, так сказать, выжить в нескольких боях Поэтому все это было максимально упрощено для боевой эффективности Что мы здесь видим? Роли в экипаже Я бы хотел определить, значит, самый, конечно, главный командир Второй по важности механик-водитель От механика-водителя вообще зависела, так сказать, жизнь экипажа Поэтому, допустим, механик-водитель никогда не нес никаких дежурств И никаких, так скажем, охранных функций То есть, ему всегда давали отдохнуть, потому что от него зависел и марш И надежность машины, и, соответственно, жизнь экипажа Следующий был заряжающий, такой, в общем, мальчик на пивушку Ну, и я, как уже говорил, не заряжающий стрелок-радист Ну, и бывало так, что стрелков-радистов не было Экипаж состоял, допустим, из трех человек Ну, заряжающий, конечно, это, то есть, все функции на кухню сбегать И, так сказать, там, снаряды помыть Ну, в общем, это уже совсем такое самое низшее звено в экипаже Тем не менее, командир всегда По крайней мере, вот те, с кем я разговаривал Это, наверное, где-то там два десятка танкистов Вот, командир всегда все работы выполнял вместе с экипажем Бывали, конечно, командиры, которые старались от этого устраниться Но, в общем, их, видимо, я таких не встречал И, видимо, участь их не завидна, да Потому что они были нелюбимым экипажем Соответственно, шансов у них выжить было меньше Когда я разговаривал с немцами, я разговаривал с отекариусом Он сказал, да, я то же самое делал до конца Вот, то есть, работа... То есть, у немца было то же самое Командир работал... Ну, это Т-34-85, да? Дальше, да, в конце войны Я, честно говоря, не знаю, но его... Скорее всего, его роль, конечно, была где-то между командиром и механиком-водителем Никто из командиров, с кем я разговаривал, не выделял наводчика Как человек, обладающего какими-то специальными навыками Да, то есть, вот механик водителя, да, вот все выделяют А наводчик, ну наводчик, ну этого поменял на этого, ну и ничего страшного То есть, вот какое-то вот не было такого, что вот да, вот от него что-то зависит Поскольку все-таки механик-водитель, особенно, так сказать, в Т-34 ранних образцов Конечно, должен обладать, во-первых, мастерством Там очень сложно переключать передачи Физической выносливостью, потому что переключали передачи, так сказать, при помощи колена Или даже при помощи стрелка-радиста Потому что воткнуть передачу было практически невозможно Там был достаточно плохо, ну, слабо отрегулированный механизм включения, да И можно было ошибиться передачей Если неправильно спустить сцепление, можно было, соответственно, фрикционы были сухого трения И можно было сжечь фрикцион То есть, если резко отпустить, то, соответственно, входило в замыкание И начинал гореть фрикцион, он коробился И все, танк можно, ну не танк, а, собственно, трансмиссия выходила из строя То есть, от механика водителя, особенно вот в ранних Т-34-ках, зависело очень много То есть, ну, в общем, практически все Поэтому его вот именно так и выделяют Надо загрузить боекомплект Привезли на грузовике вам ящик снарядов Снаряды в пушечном сале Значит, сало надо помыть В какую-то емкость наливается дизельное топливо Это ветошь где-то нужно найти, да, отмыть снаряды Это вот они здесь такие чистенькие уже, понятно, да, фотография постановочная Они здесь уже такие все довольные, улыбаются, вот Но представьте себе, что у вас боекомплект там под сотню снарядов Они каждым весом там по 12 килограмм Это все надо туда загрузить, положить и так далее, да Это снаряды мы загрузили Патроны диски мы набили, да, там, по-моему, 2000 патронов тоже нужно набить Вот, кстати, снарядный ящик, они прямо из снарядных ящиков берут То есть здесь не моют Ну, уже-то я не могу вам прокомментировать Может быть, и просто так делали Видимо, раньше обтерли раньше Видимо, раньше обтерли Никаких заправщиков топлива не было, да? Ведро, бочка, ведро и воронка Итак, там сколько? 400 литров топлива, по-моему Во-первых, это мало того, что это просто тяжело Это еще, естественно, ты весь в этом газуэле Поменять одежду практически невозможно То есть ты, как бы, тебе выдали комплект Вот ты в нем уходишь Ну, один раз ты заправил, второй раз ты заправил Ну, третий раз ты уже будешь просто У тебя вся одежда будет просто промасленной И, соответственно, да, там два ведра масла надо еще залить И поэтому, например, тоже Фадин Известный по игре World of Tanks Написал, ну, это вот тоже из него цитата Что нужно компонир отрыть То есть танк нужно укрыть Если бы мы приехали на позицию, да И, кстати, все немцы говорили, что это типичная русская идея Что окапывают танки Немцы никогда танки не окапывали Наши все время окапывали танки 30 кубометров земли Так что это тоже работа, дай бог Естественно, вокруг танка все время грязь Потому что он разбивает землю Естественно, это куча машин, ездящих вне дорог Танкисты все время в грязи Или бы в пыли То есть, ну, никто же там не вытирает ножки А коврик, прежде чем запрыгнуть в люк, да И при этом в танке, естественно, скапливается и тот же самый газоль И то же самое масло И все это перемешивается с грязью И ты туда залезаешь Его, конечно, там стараются мыть И приводить в себя Но если это месяц боев Фадин сказал, что Очень долго приходилось себя чувствовать бомжом То есть, вот это вот ощущение, что ты Грязный Потный И вот это вот И в постоянной работе Вот, как бы, это жизнь танкиста на фронте Заправка танка как происходила? Подъезжал грузовик Как правило, это полуторка К какому-то месту, куда он мог подъехать Дальше пинком с кузова сбрасывалось пару двухсотлитровых бочек Танкисты эти бочки должны были перекантовать Тому месту, где стояла танка Например, если горючее закончилось, немножко не доезжая То есть, это надо было как-то на себе тащить Потом надо было перелить солярку в ведро И потом заправлять танк из солярки Значит, норматив на заправку Т-34 Порядка полутора часов Так, не очень Точнее, очень активной работы Вот, плюс залить масло Плюс загрузить боеприпасы, боекомплект Поэтому, когда, например, танк израсходовал горючее И расстрелял боеприпасы в бою И выходил в тыл То есть, рассчитывать на то, что вот он на 15 минут заехал Там быстро механики сделали ему пидстоп И он вернулся в бой Нельзя такого быть Выход танка из боя, это минимум на 2-3 часа Это 2-3 часа только на месте обслуживания А еще до туда надо доехать и вернуться обратно То есть, вернуться на пункт боепитания И после этого прибыть назад к месту боя Это потеря 6-7 часов Ну и, конечно, брезент В данном случае тут показан ремонт Т-34-85 Самая важная часть танка, по мнению многих Это танковый брезент То есть, танковый брезент позволял, собственно, сделать танк домом Кстати говоря, вполне себе реалистичная фотография Танка, движущегося на фронт Дополнительные снарядные ящики Обычно еще бочка с бензином приварена Какие-то личные вещи Танковый брезент Еще там пехотинцы сидят Это такой вот верблюд, обвешанный скарбом Который движется на фронт Естественно, так сказать, в бою все это дело сметается То есть, что-то снимается самостоятельно, как дополнительные баки А что-то просто сметается трудильными выстрелами, попаданиями Танк вот в таком идеальном виде, как мы обычно это видим на фотографии Когда там на нем ничего нет, и он представляет себе такую красивую боевую машину Такого обычно не бывало Все свободное место в технике было забито личными вещами экипажа В танке места немного свободного, вообще практически нет С одной стороны, у танкистов это порождало минимализм То есть, это минимум используемых вещей, которые у них были Второе, это то, что все вещи, которые используются, они были функциональны Не было ничего ненужного И все это было распихано по щелям, по каким-то технологическим местам В свою очередь, при пожаре это, соответственно, способствовало горению Дальше, значит, это у нас питание В каждом батальоне была своя батальонная кухня Такие кухни пользовались популярностью Но очень часто кормились бабушкиного аттестата, так называемого То есть, с того, что можно было найти у местного населения Вот такой тут эпизод был Какая-то трофейная еда То есть, что было хорошо у танкистов Потому что это обычно мобильные подразделения Соответственно, где-то трофеи раздобыли Где-то заскочили на завод, там, спирта налили Где-то еще что-то И вот этих рассказов, там, их тьма На самом деле, еда и сон — это две основные темы рассказов Потому что все время усталость То есть, я сказал, нагрузка очень большая Постоянно хочется спать, постоянно хочется есть Вот это основные... А, курить, ну и курить, да Это основные тематики, да, тематики всех рассказов В Красной Армии использовалось два вида котелков То есть, первый — это вот такой вот алюминиевый котелок Вот это вот копанный котел с реальных мест боевых действий То есть, у него вот пулевая пробоина с металлической ручкой То есть, вот такой же котелок, но складской И можно понять, какой он был при жизни И какой он был после эксплуатации С одной стороны, удобен, потому что из него хорошо и удобно черпать ложкой А с другой стороны, неудобен, он занимает достаточно очень большой объем Ну и во время войны было очень большое количество посуды Которая изготавливалась на заводах, которые были предназначены для гражданской жизни Вот подобный эмалированный котелок, он похож на тот, что использовался и изготавливался специально для военных Но этот котелок изготовлен на гражданском заводе То есть, вот как кастрюлю делалось, только с маленьким изменением это ушки приварились И перед войной, ну незадолго до, появились котелки Вот, как их называют, почкообразные формы Которые производились в Ленинграде на заводе Красный Выборжец Они имели более функциональную форму И могли переноситься по несколько котелков сразу То есть, круглый котелок Два котелка в руку взять, чтобы не пролить, очень тяжело Эти котелки были снабжены крышкой Конструкция котелка позволяет одновременно переносить до четырех котелков То есть, если их вместе собрать, то без проблем можно нести в одной руке Советские котелки являлись точной копией немецких В данном случае у меня в руках это немецкий котелок Стандартный, который используется в пехоте Отличие от советских котелков от немецких Вот, если их поставить два рядом Найти очень сложно То есть, вот крышка, она идентична Выглядят они одинаково Отличие в ушках То есть, ушки на котелках разные Плюс на немецком котелке нанесена риска Котелок стандартный рассчитан на полтора литра И на нем нанесены риски, которые отмеряют по пол-литра жидкости Вот, в советском котелке вот этой вот штуки не было Значит, следующая вещь, с которой при питании надо было столкнуться Это ложки Значит, выдавалась солдату уставная ложка Опять-таки, тоже алюминиевая, выпуска завода Красный Выборжец Выглядела она вот таким вот образом Но это тоже копаная ложка, но с маленьким отличием То есть, когда у каждого солдата одинаковый набор снаряжения С этим снаряжением надо что-то делать, чтобы его отличать Значит, и здесь уже шел тюнинг вещей То есть, каждый, кто на что был гораст То есть, кто-то что-то рисовал на ложках Вот в данном случае солдат ее просто несколько раз перекрутил Носили ложки, естественно, за голенищем Потому что никуда больше ее положить нельзя Вот, следующая большая проблема То, что вследствие того, что носят ее за голенищем Или за обмоткой солдатского ботинка Ее очень легко потерять И тут случалась такая проблема Возместить ложку в боевых условиях нечем Поэтому приходилось заниматься рукоделием Вот в данном случае вырезанная самодельная деревянная ложка Взамен утерянной То есть, этой ложкой пользовалась Значит, ну вот здесь у нее был тоже самоделка На краю была гильза, но гильза сгнила Что получило большее распространение в технических войсках Это самодельные ложки, которые изготавливались в мастерских За счет того, что в танковых частях были мастерские летучки типа А и Б Там служили механики, которые были рукастые и головастые ребята И вот они, вот это вот тоже самодельная ложка из алюминия То есть, изготавливалась простая форма в песке Куда отливался алюминий из разбитых блоков двигателей или самолетов В общем, до чего дотянуться можно из тех же котелков Можно было делать ложки И отливалась, впоследствии обтачивалась и использовалась в обиходе Ну и следующий предмет — это трофейные предметы экипировки То есть, вот эта вот ложка-вилка сделана из нержавейки Использовалась в немецких войсках Они были в вариантах исполнения из алюминия и из обычного металла Очень удобный и практичный предмет С одной стороны ложка, с другой стороны вилка И, соответственно, питье происходило из вот таких вот эмалированных кружек Они были различного цвета и размера И, в принципе, ничем не отличаются от тех, что сейчас вот можно встретить в деревенском обиходе Кроме того, в довольствие входило, помимо, собственно, питания спирт и табак Кто не курил, мог менять на шоколад или сахар Ну а спирт, кто не пил, тоже, соответственно, делился Обычно давали, значит, бутылку водки на экипаж Ну, как здесь вот написано, в последней стадии войны, особенно там на территории Польши и Германии Они, конечно, в основном питались трофейным спиртом Вот, и было его, в общем и целом, в достаточных количествах Еда и сон — это вот две основных темы, так сказать, вообще воспоминаний Нагрузка на экипаж сложилась такая, что поспать нормально было очень сложно Чаще всего радист и механик-водитель могли спать в своих креслах Да, то есть они вполне себе, так сказать, вытягивали ноги и могли как-то в нем уснуть Командир, если небольшого роста, мог в Т-34-85 положить доску рядом с пушкой и спать на этой доске Ну, заряжающий уже как получится Зимнее время очень часто спали на жалюзях Особенно, когда танк только-только вот пришел, то есть, или можно было прогревать Спали, то есть, накрывались танковым брезентом, спали на жалюзях Я обычно спрашиваю, ну, какое самое тяжелое время года? Чаще всего, конечно, говорят зима, но в общем и целом это, конечно, периоды распутятся То есть, поздняя осень и ранняя весна, да, когда еще и не зима, и не лет, и не весна Тяжелые условия и по грязи, и по всему, и по погоде, и сырости, и слякоть, в общем и целом Вот это самое тяжелое время Ну, конечно, лето вот не воспринимается таким тяжелым временем для жизни Что делали? Выкапывали траншею, наезжали на нее танком, да, ставили печку Специальная была танковая печка Чаще всего еще укрывали сверху танк брезентом, да, и получался такой вот блиндаж Вполне себе можно было в нем жить То же самое делали немецкие танкисты То есть, вот по воспоминаниям они все то же самое, да, траншея, сверху танк и вперед, так сказать, как говорится Ну, все-таки минуты отдыха, конечно, находились для танкистов Гармонь, конечно, да, могли возить с собой патефон Это остатки патефона, найдены они тоже неподалеку от разбитых танков в Новгородской области То есть, это пластиночки Ну, опять-таки, тоже место, куда засунуть патефон, это... Я просто не представляю, куда в танки его можно впихнуть А вот еще касательно фотографий танк Шерман, там немножко побольше Это Фьюри С жизненным пространством Ну, плюс еще вот танкист, который с гармонией, у него как раз надеты вот немецкие трофейные очки Вот такого типа, только с прозрачными стеколами Ну, то есть, явно совершенно аутентичная фотография Ну, и танковый брезент, видите, да? Многофункциональная вещь, необходимая в танке Постелились, сели, да? Накрылись, и как одеяло тебе, и как защита от всего-всего Танцы, так сказать, это наше все Танцы, песни Медицинское обслуживание, обязательно, конечно, естественно, ранение Самое основное, это, конечно, ожоги Ну, а здесь вы видите фотографию, достают раненого танкиста Единственное, что могу сказать, что это постановочная фотография Кто-нибудь может сказать, почему? На самом деле, просто вот пулемет в чехле Так, как бы, все хорошо, да, ну, блин, ну, чехол Да, видно, что так, постановочная фотография хорошая Тем не менее, конечно, потери в танковых войсках были очень тяжелые И, конечно, ранения, и ранения были очень тяжелые И выживаемость была в экипаже, ну, вот, не очень большая Особенно у тех, у кого был свой люк То есть, это у заряжающего командира и механика водителя У них шансов было больше У стрелка-радиста практически не было шансов Ему нужно было выскочить за кем-то То есть, это вторая очередь на выскакивание Очень сложно Ну, здесь тоже она постановочная Но я тут не могу сказать, почему Очень редко видишь высоких танкистов, да То есть, обычно, небольшого роста, да Более энергичные, да То есть, выживали те, кто энергичный Вот они, кто мог выскочить Письма и новости, да Как писали, да Мое поколение еще помнит Это химический карандаш Языком полизал И у тебя это самое более яркое Более яркое письмо Никто не помнит такого? Ну, это постарше тот помнит Вот А это было основное То есть, его лизнул, написал Лизнул, написал Ну, язык у тебя при этом синий, естественно Да, вот здесь вот видно, он прям запаян в гильзу Да, вот здесь Вставлен в гильзу Вот Его затачивали, да Так писали Письма, естественно, это важное Важнейшее были, естественно, всем Обычно читали, управляющие важнейшие события Их зачитывали Среди экипажа Очень часто, допустим, те, кто не могли писать Писали за кого-то Приходили письма от женщин Там, с девушек, там, дорогому бойцу, да И знакомились таким образом Это такая была культура Письма, ну, то есть, это такой интернет того времени Естественно, были газеты, да То есть, центральные, дивизионные Ну, в данном случае, бригадные газеты, да И корпусные Обязательно были политинформации Радисту, естественно, несчастный человек Все слушали его рацию Аккумуляторы садились Ему приходилось бегать на зарядную станцию Вообще, страдал от этого дела радист Потому что ему приходилось все время заряжать аккумуляторы Для писем использовалось, во-первых, подручный материал То есть, всем известные треугольники Это просто реклама На самом деле, для бойцов на фронте Выдавали специальные бумаги, бланки Вот это один из примеров бланка То есть, вот у меня в руках реальное письмо Это письмо стрелка радиста, не отправленное Написано им за два дня до того, как они разбились Это письмо не закрывалось для того, чтобы его мог прочитать военный цензор И после этого оно отправлялось адресатор То есть, незапечатанность писем Это очень важная составляющая на фронте Надписи различные наносили на свою технику Это 1942 года машина Видны так называемые паровозные катки С внутренней амортизацией Грохотали они со страшной силой То есть, вот эти три пары катков Они, соответственно, создавали очень серьезный шумовой эффект Почему резины не хватало? Да, то есть, два катка обрезиненных И три, это их сам, так называемых паровозных Безобрезиненные, необрезиненные Маляр что-то там рисует Кто-то говорит, что наносили такие надписи Кто-то говорит, что никогда не наносили Красили танки уже почему-то к концу войны Краски, естественно, не хватало Ну, здесь, мне кажется, зимние условия, да Но при этом танковые, естественно, зеленые окраски, да Гигиена Прежде всего, это борьба с овшами Вши — это спутник войны Особенно в первом периоде Вот эти свитера, как мне рассказывали Вот в каждой клеточке сидела павше Играли во вшанку Да, значит, вшанка — это такая Ну, во-первых, играли кто-то больше достанет Так вот подмышку засовывали, да, так сказать И доставали у кого больше Играли во вшанку, брали вошь Чертили пятаком, очерчивали Клали пятак на какую-то ровную поверхность Очерчивали кружочек Ставили центр Вот, и каждый сажал свою вошь Чья первая добежала до, так сказать, края Тот выигрывает Вот, ну, а играли на что? Ну, понятно, да, там На табак, на самогон На все, что угодно Конечно, ходили и деньги, да То есть, ну, это отдельная тема К концу войны начали очень серьезно Относиться к борьбе со вшами Это банно-парачечный отряд Естественно, прожарки Брали, опять же, вот эти 200-литровые бочки Это такая вещь многофункциональная Печки делали из них Делали прожарку Ставили на костер Вниз слой воды Крестовину металлическую посреди бочки, да На нее вешали одежду И закрывали крышкой Получалась такая вот парилка Для вшей То есть, убивали вшей таким способом На территории противника Заходили в дома Меняли нижнее белье на шелковое В шине держатся на шелковом белье Еще были способы Один из способов это стирать в газуэле Проблема только в одном Если вдруг какой-то срочный приказ И ты надел эту воду на себя Коза сжигается насмерть То есть, ну, не насмерть, конечно Но, во всяком случае, сжигается так Что ходить потом просто невозможно Ну, просто это, опять же, с тем, с кем я разговаривал У кого такое случалось Те прям вспоминают это, видимо, на всю оставшуюся жизнь Брились, естественно, да Покажи, у нас тут есть и бритвы Это опасные бритвы Широко распространенные Ну, по причине того, что они достаточно просты в эксплуатации Но были и бритвы с лезвиями более такие Общепринятые То есть, это вот все тоже предметы, найденные на местах боев Такие вот станки, как правило, они попадаются трофейные Ну, и также использовались расчесочки С мелкими зубьями И вот с помощью этих предметов боролись со шами Да, еще вот относительно гигиены То есть, каждому солдату выдавался набор мыльно-рыльных принадлежностей Так называемых Ну, вот это вот был портсигар То есть, это выполнялись они из тонкого целлуоида Это был чехол под зубную щетку Коробочка для зубного порошка Мыльница и портсигар То есть, это все выдавалось бойцу Ну, при отправке его на фронт Но, опять-таки, это происходило только в кадровых частях Ну, или в частях, которые укомплектовывались в тех местах, где были большие склады В случае, если человек мобилизовывался где-то непосредственно вблизи боевых действий Подобные предметы с экипировки ему просто не попадали Что касается того, как ходили в туалет по-большому То, естественно, бумаги вообще не хватало То есть, не хватало даже, чтобы письма писать Поэтому, когда я такие вопросы задавал Мне, особенно, была ли у вас туалетная бумага? Я так, ага-а-а-а-а Вот Ну, здесь мы знаем Ну, вот Как получалось Касательно туалета в боевых условиях То есть, опять-таки, тоже, этот фильм «Фьюри» Когда показан эпизод, когда член экипажа танка ходит в туалет по-маленькому в коробку из-под патрона. То есть абсолютно реальная ситуация. Когда вы сидите на боевой позиции, у вас приказ не открывать огонь, ну и танк не покидать, вдруг приспичило. А при плохой идее это очень вероятная ситуация. То есть что ты будешь делать? Выпрыгивать из танка, бежать там куда-то под куст? Нет. То есть все это делалось непосредственно в танке. И каждый экипаж решал эту проблему по-своему. То есть у кого-то это может была специальная коробка, открывался донный эвакуационный люк, ну и туда делали собственно все дела. Собственно какой-то вывод, да, заключительное слово нашей лекции, это то, что вот в самом начале, да, мы говорили там, ребята говорили, айда в танкисты, да. И вот это вот розовое представление о том, что такое танкисты, вот как ты конь на коне железном, и вот под тобой вся страна, она достаточно быстро разбивалась о реалии. А реалии были такие, это тяжелая работа, грязная, утомительная и очень сложная и опасная для жизни. У всех, конечно, естественно, был и возраст разный, и опыт, и, так сказать, какие-то жизненные установки, да. И вот их нужно было взять, объединить, и, да, и сменность экипажей постоянная, потому что кто-то ранен, кто-то ушел, там, сменили еще что-то. И вот всех надо как-то все время организовывать, да, на постановку задачи, на выполнение, в общем, это достаточно такой тяжелый род войск. Спасибо. Вопрос насчет вшей, который меня поставил, еще когда я читал в вашей книге, сборнике интервью, в том плане, что отчего такое противоречие? Кто-то уверяет, что вшей не было, хозяйство чувствовало, но большинство уверяют, что вшивость была очень сильная. Прежде всего, это время, в которое пришел человек на фронт, то есть, если это начало войны, то у него остается вот этот первый период, а второй период, когда их становится меньше, он стирается, да. Мы все запоминаем какие-то неприятные, вот эти очень сильные воспоминания оставляют неприятные вещи, да. То есть, если у него было куча всей, а потом его долго-долго не было, он все равно запомнит то, что было, да. Но мы должны понимать, что это воспоминание, это и слово «врет как очевидец» — это вот как раз про это, да, так сказать. Поэтому вот он помнит, что у него было, и он это помнит. А то, что потом их не было, там, допустим, два-полтора года, да, он это просто не помнит. Это один момент. Второй момент — это разный опыт, ну, разный опыт, да, так сказать, в каких-то подразделениях за этим следили. Все же очень много зависит, особенно в нашей стране, очень много зависит от конкретного человека, да. Если командир следит за исполнением, так сказать, формы номер 20, да, то в шеи не будет. А если, так сказать, он спустя рокова на это смотрит, значит в шеи будут. Вот и... Прошел вопрос о комплектации танковых войск. Насколько строго выполнялось правило, если было действительно такое правило, о том, что танкисты странно-малорослыми должны быть? Это скорее, мне кажется, что оно не сильно исполнялось. Все-таки основной это был, так скажем, образовательный ценз и, так скажем, опытный ценз, да, не было именно там, допустим, не отсекали кого-то по росту. Начало там 20-го века, да, это очень плохое питание. Это сказывалось и на росте, естественно, да, и на, так сказать, на ногах. Допустим, очень много колченогих было, да, ровно потому, что, и которых призывали, ровно потому, что, так сказать, с питанием было плохо. Это и голо 30-х, и 20-го, и 21-го года. Средний размер нашего, ну, там, солдата, да, он был, допустим, ниже, чем немца. В среднем это 160, 170 это уже высокорослый. 170 это высокорослый человек на то время. Вопрос по поводу психологического климата в экипажах. Я действительно, вот, вспоминаем те интервью, которые читал. Не помню, что много говорили о командирах, которые выполнялись от уклонения работ по танку. Однако некоторые вспоминали, что какие-то командиры стояли несколько особняком от экипажа. В частности, например, офицерский паёк ели в одиночку. Вот этот вопрос я хотел бы еще раз другим огнить. Учитывая, что люди призываются очень разные, с более высоким образованием и жизненным опытом с меньшим, разные по возрасту, по социальному происхождению. Насколько все-таки был высок или низок уровень конфликтов экипажа? То есть, как быстро, насколько сильно экипажи спаивались, срабатывались, чтобы работать как одно целое? Скажем так, поскольку наши танки дошли до Берлина, значит, соответственно, все было хорошо. Но в каждом случае, естественно, это было индивидуально. Это задача не столько даже командира танка, сколько командира подразделения. Там взвод, рота, батальона, командира политработника. То есть, отслеживать вот эти конфликты, заменять людей. Потому что это все сказывается на выполнении задачи. Почему, когда, допустим, говорят о поведении наших солдат уже в Германии, ну, говорят о миллионах изнасилов, немок, о мародерстве, о том и о том, о сём. Естественно, все эти случаи были, но они достаточно жестко пресекались. Не потому, что, так сказать, пресекалось, потому что кого-то хотели наказать. Потому, что это все сказывается на выполнении боевой задачи. И это основной мотив пресечения любых вот таких неуставных взаимоотношений, мародерства, бандистского поведения. Потому что это ведет к разложению армии, и это ведет к невыполнению боевой задачи. То есть, основной мотив команды ответа же неоправедливости. Конечно. Никакой абстрактной справедливости. Это ведет к разложению армии и невыполнению тех задач, которые перед ней стоят. А именно, так сказать, освобождение территории и победу над врагом. И именно исходя из них, и вводились там жесткие приказы о расстрелах и так далее. И естественно, все вот эти конфликты, если они мешают выполнению боевой задачи, они естественно жестко подавлялись. Вопрос по поводу пресловутого нижнего люка. То есть, насколько часто боевая обстановка и скорость гибели танка позволяла им пользоваться? И как часто это делали танкисты? То есть, как часто в воспоминаниях встречается то, что, допустим, тот же стрелок-радист эвакуировался через нижний люк? Или это не всегда позвали рельефы? Во-первых, нижний люк на болтах, и чаще всего эвакуироваться при подбитии танка, эвакуироваться через нижний люк, нет ни времени, ни возможности. Это вообще никто его не держал открытым. Ну и вопрос, конечно, рельефы. Естественно, малейшая кочка, и все, ты уже никуда там не вылезешь, просвет-то не очень большой. Не встречал упоминания, что в боевой ситуации пользовались нижним люком. То есть, если это не танк подбили, он долго... То есть, подбили, и он не загорелся, долго стоит, ну, может быть, кто-то выбирался из него, да, так сказать. Но чаще всего, то есть, вот это такое экстремальное, если танк загорелся, то тут уже без вариантов, вы либо два верхних, либо люк-механика-водитель. Такой вопрос, предпоследний. Хотя он, возможно, касается, скорее всего, не столько будет, касается, но пользуясь причем, почему бы и нет. Мне всегда интересно было, почему на фотографиях подбитых танков практически всегда вокруг него много какого-то мелкого мусора. Причем далеко не всегда, это следы эвакуации экипажа, когда он что-то разбрасывал, пытаясь достать вещи или починить. То есть, подбить танк, вокруг него какая-то всякая мелкая шелуха. Ну, так за хабаром же все лезут. Конечно. Не, ну, естественно, как только есть какая-то машина, которую можно раскурочить, тут же ее раскурачивают. Ну, в смысле, с точки зрения, да, посмотри, а что там есть, чем можно поживиться. И последний вопрос. Детельный последний. Опять же, касающийся не советских танк, вернее, и наших танкистов в том числе, вот много обсуждаемый эпизод из Фьюри, где, а зачем было немцев так близко подпускать, чтобы класть их пачками прямо возле танка, они такие тупые, долго не догадывались, поджечь из Фаусты или как-то танк взорвательными способами. Эпизод выглядит спорным. Вместе с тем, Белтон Купер в своей книге «Deaf Traps», по которой, насколько я знаю, в том числе и воссоздавался фильм Фьюри, упоминает об эпизоде, когда один из членов экипажа танка именно так оборонил танк от немцев, причем именно сделал акцент на том, что тот использовал личное оружие. И немцы так и не решились, или не смогли окружить танк и как-то его раскурочить. Известно ли вам, если рассказывать о тиранах, о похожих случаях с нашими танкистами, когда экипаж на подбитой машине успешно или хотя бы героически по КБ оборонял ее от пехотинцев немецких? — Эпизодов достаточно много, просто я сейчас, мне вот так сходу на память они не приходят. У тебя есть, да? Отлично. — Значит, эпизодов действительно таких очень много, и связано это в первую очередь с тем, что был приказ, что нельзя покидать машину, если она еще может вести боевые действия. То есть, если у тебя повреждена ходовая, экипаж обязан находиться в танке или около танка и оборонять его. К примеру, в бои за Белый Бор, начало ноября 1941 года, 4 или 5 ноября, подбитые КВ, немецкая пехота с ним боролась дня 4, и при этом наши не делали никаких попыток его эвакуировать или помочь как-то экипажу. Вся вот эта вот судьба, она всплыла уже по документам 30-й пехотной дивизии. В советских отчетах только то, что танк пропал без вести во время танковой атаки, остался на нейтральном положении. К нему там спустя два дня делается разведка, танк обнаруживает, он по следам закопчен, видно, что оборонялся. Спустя какое-то время туда выдвигаются части для того, чтобы танк эвакуировать. Но танк не находит, находят большую воронку и тела трех членов экипажа. Ну, соответственно, это говорит о том, что экипаж до последнего находился в танке. Находился он в танке на протяжении нескольких дней, и, соответственно, победили его только уже там, непосредственно заложив большое количество взрывчатки. Ну и одна из лекций была о рассиняе и рассиняе из КМКВ. Огромное спасибо. У вас столько же вопросов? Первый вопрос. Касательно формы, были ли какие-нибудь варианты получить, ну, хотя бы там, вторую гемностерку, второй ватник и так далее? Или их там находили, собирали, и так, ну, опять-таки, для того, чтобы была возможность их стирать, менять все, что угодно. И вообще как-то было. И второй вопрос. Быт в ленд-лизовских машинах, которые, как я понимаю, оценивались в этом плане лучше, то есть обитаемость у них была там посерьезнее, люков вылезти побольше и так далее? Обычно на переформировке или попадании в госпиталь, да, тогда можно было поменять это. В течение боевых действий, вот в тот момент, когда подразделение входит в боевые действия, и до их окончания, обычно это операция, да, обычно ничего поменять было нельзя. Украсть? Ну, красть, конечно, снять с немца сапоги, еще что-то, так сказать, одеть какую-нибудь гражданскую одежду. Вот вспоминали, да, там это сам просто взять, переодеться, так сказать, в немецкую форму, да, прям вот без проблем, да. Но, я имею в виду, получить по, так сказать, по линии снабжения нет. Пришли на переформировку, это самое, сдали старую одежду, а чаще всего еще, допустим, не сдали, допустим, да, а говорят, нет, вот ходите в этой, да, взять в эту самую прожарочную комнату, патрон положить в карман, ну и все, все сгорело, извините, ребята, надо новое. Вот, такие тоже случаи, то есть, ну, выкручивались, да. Что касается бытов ленд-лизовских машин, да, считалось, что это лучше, конечно, там и с ленд-лизом, и там, особенно там в Шерманах, да, вот Лоза вспоминает, и приходили и куртки, там, и одежда, и в там, в эту самую, там, в пушку, бутылку виски могли, так сказать. Была такая история, вот он ее рассказывал, так сказать, что до них не доходили посылки, особенно, вот я очень хорошо там про перегонщиков знаю, да, то есть, сначала, когда самолеты, допустим, их там, там, и сигареты, и журналы, и все, что угодно, да, то есть, до фронта долетало, ничего не долетало, потому что все это, естественно, разворовывалось по пути. То же самое было с танками, командование ходило в кожаных ленд-лизовских куртках, да, до танкистов они не доходили. То же самое там с виски, там, и с посылками, и так далее, которые туда вкладывали рабочие. Что сделали, да, так сказать, были представители американцев в частях, то есть, американские представители завода, да, когда такая вот ситуация, так сказать, выяснилась, на завод они послали это самое сообщение на завод, эти что придумали, так сказать, в танковую пушку, забивался, ну, два куска, между двумя кусками, так скажем, пушечного сала, клалась посылка, да, вот и все. Она в целости и сохранности доходила до, так сказать, линейных частей. Все-таки что-то было в числе более одной вещь, ну, кроме, там, не знаю, портянок. Какие вещи обихота полагались в числе отличных? Там, ну, кальсон, то есть нижнее белье было, соответственно, оно было летом хлоптят бумажное, зимой байковое, вот, то есть это кальсон и нательная рубаха, дальше, соответственно, гимнастерка, дальше, там, ватные. Устав танковых войск, там все написано. Что полагалось, соответственно, танкисту, то есть это смена белья обязательно должна быть, дополнительные портянки, верхняя униформа, она была рассчитана, дабы не соврать, на год, что ли, служба, из того, что могло быть в двойном экземпляре. Соответственно, все то, что можно было поживиться на войне. Котелков, я думаю, было неограниченное количество, фляг, сколько угодно. А вот из таких предметов, которые, ну, вот серьезно как-то, ну, я не знаю, если только погибших раздевать, но при этом существовал приказ, в котором погибшие советские солдаты, красноармейцы, хранились раздетыми до нательного белья. Униформа собиралась, впоследствии отправлялась в стволовые части, отстирывалась и выдавалась повторно. Это вероятно, что вот в такой ситуации наверняка могло что-то оставаться, там, опять-таки, от товарища на память, ну, и тем более те вещи, которые, ну, танковая куртка, это вещь ценная, ватник, ну, не очень, ну, там, тому подобное. У меня вопрос по кинематографу, наверное, больше. Существует не так много, как бы, фильмов, посвященных, посредственно, танкам, там, всем известны «Четыре танкиста и собака», «На войне», «Белый тигр», «Ярость», там, «Сахара». Что можете сказать? Я думаю, все их смотрели, там, какие-нибудь моменты, которые запомнились. Последний фильм «Фьюри» мне очень понравился. Честно говоря, прям такой добротный. Там немножко недоделанно с точки зрения кинематографической, там, по сценарию проблемы, но в основном очень-очень-очень хорошо. Здравствуйте. Спасибо за вашу лекцию. Вопрос такой. Сколько времени занимало восстановление сбитой гусеницы силами экипажа? Я не пробовал. Ну, значит, это у меня как у практика. Практика большая. На «тридцать четверки» гусеницу менять не доводилось. Натягивали гусеницы на Т-60, которая стоит сейчас на Поклонной горе. Если тракт не поврежден, если пальцы ходившие, то, ну, минут десять. Значит, и это на ровной поверхности. По опыту с заменой гусеницы на ГТС, это гусеники ГАЧ-средний, в болоте, то есть, тут до нескольких часов доходило. То есть, трак у нас был замят камнем. Соответственно, натяжение гусеницы на Т-34 все тоже зависит от того, насколько исхожен пальц. То есть, при движении траков на пальцах происходит выработка, и пальцы становятся по форме напоминать шахмутную доску. И, соответственно, выбить такой палец сложно. А если трак ходил мало, и пальцы ровные, то здесь быстро и легко. Вот я не знаю, ответил, не ответил на вопрос. Каков процент был выживаемости у танкистов, которые воевали на импортной технике? Ну, на немецкой и на американских. Выживаемость экипажа зависит не столько от танка, сколько от умелого применения подразделения. Одиночный танк всегда мишень, и всегда велика вероятность его подбития. Важно то, как применяется соединение. Если входит в прорыв, то, соответственно, и выживаемость боится. И тут неважно, там, Шерман или Т-34. Герои Советского Союза есть как на Т-34, так и на Шерман. То есть, если умелый человек применяет технику, у него и выживаемость больше. Что отмечали танкисты, что на Т-34 к боекомплекту у него была склонность к детонации. Это зависело от качества порохов и примесей. Например, на Шерманах детонации боекомплекта практически не происходило. Практически не происходило ее на Т-34-85 с 85-мм снарядами. Но это произошло именно потому, что были использованы, использовались при производстве американских порохов. И еще один вопрос насчет трофейного оружия. Вот в фильме «Фьюрио» некоторые герои используют немецкое вооружение. На некоторых немецких фотографиях немецкие танкисты используют ППШ и ППС-43. А наши танкисты вне штата использовали? Это все очень индивидуально. На самом деле, те, кто воевал на ИСУ-152, которые, можно сказать, что они танкисты, хотя, конечно, это больше самоходная артиллерия, всегда возили с собой трофейный пулемет. Потому что своего не было. Всегда в комплекте трофейный пулемет с запасом лент. «Парабеллум» — это мечта любого солдата. То есть, практически у любого командира, помимо штатного нагана, всегда был еще один пистолет. Обычно это или «Парабеллум», или «Вальтер», или что-то еще. Что еще, можно сказать? Чтобы какое-то такое габаритное оружие, там в Т-34, я имею в виду пулемет немецкий поставить, или там МП положить, или вот какой-то у Брэд Питта СГ. Ну, я, кстати, сомневаюсь, что у нее могла быть СГ, учитывая... Ну, хорошо. Штурмовая винтовка, она в общем и целом по габаритам в танк не совсем вписывается. То есть, возможно. Опять же, если это был человек, которому понравилась эта штурмовая винтовка, ему просто... Ну, почему бы ему не положить с собой? Это же прикольно. Вы и про ИСУ упоминали, и в том же Фьюри, да, видно, что скотча, куча всего на башне. И сейчас, по-моему, американцы очень любят там 2М2 на башню запихать и так далее. Что с советскими танкистами? Насколько часто они могли и применяли пулемет, установленный именно на башню танков? ИСУ я упоминал с точки зрения пулемета, в смысле, обычно пехотный пулемет МГЭ ставится, так сказать... Причем, чаще всего ставится где-то рядом, так сказать, не на башню, а, так сказать, в окоп рядом, да, и уже идет просто оборона... Ну, так же, как, допустим, в расчет любого орудия входил обязательно пулемет, да, то есть, любая, допустим, там ЗИС-3 или там 45-ка имела, так сказать, на вооружении в расчете был пулемет обязательно. Точно так же и здесь просто возили с собой, чтобы в случае чего просто было чем обороняться. У меня сосед был, танкист, значит, в 42-м его призвали, первый же бой, первый же подбитие, госпиталь, полгода боя, там, сколько-то мы дали отпуск, второй года, второй раз, там, переформировали, коллектовали, второй бой, второй подбитие, опять госпиталь, все, списали к нас, на это у него война закончилась. Он был весь больной, весь перебитый, весь обожженный и умер, он достаточно разный. Все, кто повоевали так конкретно, а их уже нет. А он-то говорил так, пожалуйста, кто вылевал, тот там остался, а я так вот. Вот две награды у него. Ребята, может, вы найдете просто кто-то реального еще живого, у которого сейчас головой так более минуты. Нормально, потому что нормально, это очень хорошее потрясение, пожалуйста, и прочее. Вы тут сюда его пригласите и... Ну, просто вы, наверное, не знаете, я 15 лет занимаюсь тем, что опрашиваю ветеранов, где-то у меня порядка... Сюда приведите, надо опрашивать. Я еще раз хотел бы сказать, что привести одного человека достаточно мало. По одной простой причине, что это индивидуальный опыт. Он совершенно разный, да. Вот если взять, допустим, линейку из 10-15 человек, да, вот то, что я делал, собственно говоря, да, собрать их в книжку, посмотреть, у них общая судьба, общая судьба поколения, да, и какие-то можно сделать выводы. Когда человек рассказывает какую-то свою личную историю, да, это его личная история. Он говорит, одни говорят, вши были, другого решения не было. Сейчас они подерутся здесь, да. Или там это самое, он говорит, один говорит, нет, я носил там этот самый, там... Второй говорит, нет, я не носил. Вот никто, кто там не носил пистолет за пазухой, тот не танкист. Ну, и вот такие вещи, они, на самом деле, легко вычленяются, и можно сделать общие какие-то выводы. Да, вот, скорее всего, большинство ходило вот таким вот образом, да. Кроме того, врет как очевидец, это вот прямо, ну, реально совершенно, да, про воспоминания. То есть, вот, относиться к воспоминаниям надо очень и очень аккуратно, да. Есть, естественно, индивидуальный опыт, да. Были у меня интервью с пехотинцами, у которых 4 ранения, да, тоже пришел на фронт, ранили, пришел, вернулся, опять ранили. И вот у него такой опыт, да. У кого-то, так сказать, вот тех, особенно, кто закончил войну в 42-м году по тяжелому ранению, да, у них кошмарный, кошмарный опыт. То есть, люди, испытавшие на себе отступление и не испытавшие на себе победы. То есть, вот, те, кто дошел до Берлина, у них, они совершенно другие по психологии. Это люди-победители, да. А его списали в 42-м, он с Волховского фронта ушел, так сказать, в виде всю эту мясорубку мясного бора. Ну, естественно, какое у него воспоминание, да. Трупы, мясо, так сказать, слой трупов, их дикий холод. Вот и все, да. И это будет его воспоминание, это будет его опыт. Но он всего лишь его опыт, не более того. Поэтому нужно очень спокойно, так сказать, относиться к воспоминаниям, очень спокойно использовать их в определенных как иллюстрация. Как иллюстрация, как какому-то больше. Там, иллюстрация к документам, иллюстрация к чему-то еще. Очень спокойно. И не делать его абсолютным. То есть ни в коем случае нельзя абсолютизировать воспоминания, абсолютизировать личный опыт. Война это для любого человека, это психотравма. Есть специальный раздел психологии, который занимается психотравмой и занимается военной психологией. Переживания психотравмы совершенно различны у каждого. Кто-то, так сказать, я просто сам, я видел, как формируется психотравма в Беслане. Я там, получилось так, что я там был в момент захвата и сразу после него. Это все то же самое, да? Кто-то начинает рассказывать, причем не может остановиться. Рассказывается ребенка, допустим, через 4 дня после всех этих событий, которые вырвался из этого класса. Он просто не мог остановиться, он рассказывал часами. Кто-то, наоборот, так сказать, замыкается в себе и просто вообще ничего не говорит. Это в любом случае психотравма, да? Кто-то из этих людей, так сказать, совершенно спокойно может абстрагироваться от этого опыта и рассказывать его, как шутку такую. Вот я был на фронте, там, ха-ха, такой эпизод, такой эпизод, да? Если мы копнем глубже, мы начнем, если мы с ним начнем работать, если это будет профессиональный психолог, да, вырвется вот эта психотравма наружу. Кто-то, наоборот, вот точно так же давит. А сколько народу спилось после войны? Вот ровно из-за этого психотравмы, да? Да, таких как раз очень много. Сколько их было? Точно таких, да, они не смогли это пережить. Я общался с теми, кто смог пережить психотравму, сделать ее относительно незначимой своей жизни и рассказывать об этом достаточно спокойно. Это люди, такие же, как и мы, попавшие в те условия, да, со своей психикой, которая была обязательно в любом случае травмирована, тем более, если это юношеская психика, туда это впечаталось вообще намертво, да? Из-за, допустим, всех, кого я опрашивал, только один человек сказал, вот я не буду тебе рассказывать ничего про войну, потому что война это фигня, а вот я после войны такие здания строил, да? Ну что я тебе буду про эту дурацкую войну рассказывать? Не буду, вот и все. Потому что у него последующая жизнь была важнее, чем военная, и таких людей практически нет. Все говорят, да, война самое значимое событие в моей жизни. Это люди все травмированные тем или иным способом, но кто-то с этим справился, тем более тогда психология вообще не была развита, да, так сказать. Кто-то занял, а сколько было, вот особенно в эволюционных частях, сколько было самоубийств после войны? Огромное количество, потому что не знали, что делать. Мы научились воевать, научились летать. Налета, так сказать, 400 часов всего лишь, да? После войны, так сказать, там никуда не берут, армию сокращают самоубийство. Ну, в авиационных частях была волна самоубийств просто. Естественно, да, так сказать. Естественно, эта война нанесла очень тяжелую травму, она прошла скотком по всем этим людям, да? Не значит, что если человек не рассказывает, то это вот настоящий ветеран, а если вот он рассказывает, то это не настоящий ветеран. Ну, смотрите, еще один момент, да? Люди в 17 лет попадают на фронт, убивают лучшее время своей жизни в общем и целом с какой-то целью, и в конце, через некоторое время начинают понимать, что, а нас туда загнали, а я, зачем эти были потери, да? То есть, это тоже травма. То есть, вот ко всем, вот их нужно собирать, вот не только там взять, это самое, Вань Крот, да, взять этого Никулина, например, да? То есть, человек, который просто начал сомневаться в ценности своей молодости. И вот таких людей тоже их очень много, да? Которые, так сказать, Астафьев, да, там еще кто-то, да? Зачем мы что-то делали? Вот моя молодость прошла ни к чему. Особенно это вот у немцев, конечно. У них вообще вот эта идея оправдания. Ну, я много с ними сейчас вот общался, там, человек под сотню, мы это проинтервировали. Все время желание оправдаться, да? Ну, почему? Ну, потому что ты уходишь 17 лет, возвращаешься после войны и там еще 4-5 лет лагерей, тебе государство начинает, грубо говоря, гадить на голову и говорить, что ты убийца, ты вообще не за того воевал, ты фашист. И так продолжается всю твою жизнь. А что тебе остается делать, как оправдываться? Ничего. То есть, они, может быть, там, с точки зрения жизни, там, качества жизни, они, конечно, лучше живут, чем наши ветераны, но не дай бог вот так жить психологически, как они это делают. У них вообще, так сказать, их там травят, как, ну, просто это ужас какой-то. То есть, вот, с точки зрения, так сказать, отношения к их ветеранам, ну, это просто кошмар. И, конечно, у них, они постоянно оправдываются. Мы ничего не делали, я ничего не делал. Я никого не убивал, да? Один человек мне сказал, я выстрелил, и он упал. Ну, может быть, он скрылся. Это вот один человек на 70, там, или, там, 80 человек, которых я опрашивал. Все остальные, бывые эпизоды просто, ну, то есть, они никто не рассказывает. У нас-то как это, мы же, там, у нас все гордятся, там, я, там, столько замочил, столько замочил. Ну, да, совершенно, это тоже травма, да? И мы, вот, вот с этим надо работать. Это, по-моему, не только с этим. Это надо понимать, когда вы работаете с этим материалом, или читаете об этом, да? Что это всего лишь взгляд одного человека на то, что происходило. И взгляд другого человека будет, может быть, кардинально противоположным. А вот, насколько, кстати, часто вам при интервьюировании доводилось сталкиваться с какими-то идеологическими предубеждениями? Вот, например, вот, если привести воспоминания ветерана, живущего в Израиле, надеющего, живущего, Дегина, если не ошибаюсь. Да, он жив еще. Я с несколькими друзьями, кто занимается войной историей, достаточно серьезно обсуждал, и они там нашли множество примеров, по которым можно заключить, что именно врет и как очевидец. Наша память очень странный механизм, очень странный механизм. Более того, я там столкнулся не так давно, когда события там годовой давности, тремя человек, годовой давности, тремя людьми интерпретировались с разницей, во-первых, в несколько месяцев, и вообще совершенно по-другому. Всего лишь годовой давности, а мы говорим про давность там в 60 лет, да? Поэтому я бы вот относился ко всем этим воспоминаниям, особенно про количество пантер подбитых, про, так сказать, точное количество боев. Потому что, когда я делал книжку по истребителям, да, я попросил Мишу Быкову, который, ну, известный историк авиации, известный, работал в архиве, и по истребительной авиации уже вот знает вообще все. Прокомментировать боевые эпизоды. Он говорит, ты понимаешь, что получилось? Врет, 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 врет. О, не врет. И тут вопрос не в том, что он хотел врать, да, а в том, что он просто не помнит. У него смешалось, два эпизода слились в один, этот куда-то отделился, это еще что-то смешалось. То есть, единственное, что я говорю, ну, хорошо, что мы можем сделать? Что мы сделали, да? Мы прокомментировали личности, да, которые вот упоминаются в тексте. И все они, вот они все сошлись. Вот те, с кем они воевали, они их помнят по фамилии, да, и мы можем отследить, что действительно человек был в этой части. Он делал, он делал этот вылет. Но он не помнит, с кем он летал в этот вылет. Он не помнит, сколько сбили. Вот, еще что-то не помнит. Вот, понимаете, вот такая вещь, да. Поэтому вот эти воспоминания, их нужно использовать. Да, такой вылет был. Потом посмотреть по документам, что там действительно было в этом вылете, да. Посмотреть какие-то кросс-ссылки. Тогда можно каким-то образом реконструировать, что действительно, то есть, наше восприятие о том, что действительно было. То есть, вот если человек говорит, что он там, допустим, они взяли там бочку спирта и классно выпили. Ну, скорее всего, оно так и было, да. То есть, вряд ли он это врет. А то, что, так сказать, они там пошли в бой и подбили 10 пантер или еще что-то. Ну, может, подбили, так сказать. Ну, там не выиграл, а проиграл. И не 100 рублей, а 200. Встречали ли вы и гейных каких-то немецких ветеранов, которые были, скажем, ну, такими даже в свои годы уже пожилые, отъявленные пошли? Значит, смотрите, один очень простой момент. В общем, я считаю, что в Германии нацизма нет вообще сейчас. То есть, и никакого там, так сказать, восхваления, фашизм или еще что-то. Практически, вот мой опыт там двухлетненького, грубо говоря, ежемесячных поездок в Германию пока и общения с ветеранами, да. Они все говорят, да, вот сегодняшняя Германия, это не та Германия, которую, не то общество, с которым, которому мы привыкли, которое бы мы хотели видеть. Это да. Но они все переосмыслили свой опыт, все переосмыслили. И, конечно, им жалко свою молодость, жалко людей, с которыми они вместе были и воевали, и которые погибали. Им это жалко. Но это их молодость. Это лучшее время в жизни любого человека. И оно пришлось на эту долбанную войну. У всех чувство жалости. Конечно, конечно. Чувство не из жалости того, что они проиграли, да. А из жалости вот этой потери этого времени. И вот использование его, в общем и целом, ну, впустую. Но в вашем сборнике «Я дрался в Ярмахте ССС». Я, насколько помню, есть два или три рассказа. Если, конечно, не... Два рассказа, сделанные не мной. Когда, допустим, я договорились на интервью, что здесь, что там. То есть нужно понимать, что? Выборку. Та выборка, которая у меня есть, да. Люди, которые готовы сообщаться со мной, это люди, которые что-то делали хорошее на войне. Ну, так или иначе. Ну, они считают, что они правильно это сделали. Или они относятся, допустим, к русским хорошо. Вот с немцами, да. Вот этот человек должен обязательно относиться к русским хорошо. Даже если он был у нас в плену. Потому что если человек ненавидит русских, а таких, ну, я думаю, что нормальное количество, да. Он не будет со мной разговаривать. И поэтому я взял вот эти два чужих интервью, специально туда вставил, чтобы показать, что такие люди тоже есть. Те, которые со мной не будут разговаривать. То есть вот я опросил 70 человек, а еще, допустим, 30 отказалось, скославшись на здоровье, потому что они просто ненавидят. Там один просто сказал по телефону, по счастью, не мне, там, ну, человек, который со мной договаривался, да, по-немецки я не говорю. Вот, он сказал, почему это я буду разговаривать с какими-то русскими? Какими-то русскими? Ну, конечно, такие тоже есть. Меня вот в тех интервью поразило тот идеологический мусор, который у этих ассоциалов был в голове. То есть, судя по всему, со времен счастливого детства в Гитлере и в Генде у них ничего не поменялось. Вплоть до упреков, что вот вы русские нас предали, а мы могли бы вместе Америку нагнуть. Ну, это, подождите секунду, это, еще раз я говорю, что это, вот, ну, сделаны, ну, это, как бы, там, другими людьми и другие люди. Это те люди, которых я не затрагиваю. В массе своей, вот те, с кем я общался, это, прежде всего, это Вермахт. Во вторую, это всегда Бундесвер. То есть, те, кто потом служили в Бундесвере, это лучшие рассказчики. Для них Вермахт был всего лишь этапом в их карьере. И тогда человек рассказывает про войну совершенно спокойно. Ну, я повоевал, потом был в этом самом Вермахте, потом перешел в Бундесвер и, ну, как бы, вот туда-сюда и никаких вопросов. Вот это нормальные рассказчики. Те, кто потом ушел из военной службы, ну, в смысле, они все ушли, естественно, Вермахт в 52-м году создали, то есть, небольшой промежуток. Но те, кто потом больше не служил, да, чаще всего у них вот эти эмоциональные переживания по поводу загубленной молодости, по поводу, ну, там, вплоть до того, что вот, мне человек сказал, говорит, вот видишь, вот, говорит, вот там, как раз был финал этой Евро, ну, не финал, а чемпионат Европы, и все машины были в немецких флагах. Вот это вот прям фашизм, это фашизм. Вот так не должно быть. Ну, вот таких вот вещей. Можно ли считать фразу, которая стала общим местом в рассказах очень многих ветеранов, дескать, война, это работа. Это сознательное убеждение в пришедшей жизни опытом, или же в какой-то мере это может быть у некоторых людей... Это защита. Это защита. Естественно, эти все люди построили соответствующие психологические защиты, чтобы вот этот травмирующий опыт не ворвался в их жизнь, не поломал ее, да. То есть, еще раз я говорю, что практически все люди, с кем я беседую, так или иначе состоялись после войны. Так или иначе, они смогли вот эту травму, то есть защититься от этой травмы, да, и построить свою дальнейшую жизнь. А вот те, кто этого не смог сделать, они первые, там, 10-15 лет, они умерли. То есть, те, которые позволили... Те, которые позволили вот этому психике сломаться, да, да, конечно. Они спились, они, так сказать, там, опустились и так далее. Кто-то в криминал ушел, еще и так далее.